Какую наркоту принимает крах? У него, как и окружение, нездоровый вид. Тумсо, салам алейкум, как ты думаешь, почему большинство бойни во время войны происходило до Грозного? Бамутса Машки Алханкала Грозный, а после не очень, или это не так? Нет, это не так, наоборот. Тумсо, ты мне кресло обещал, скоро собираешься заменить. Багашев с тобой на связь не выходил. Есть у тебя какая-нибудь инфа, какую наркоту принимает крах? У него, как и окружение, нездоровый вид. Так, Багашев со мной на связь не выходил. Какая-нибудь инфа про наркоту? Нет, у меня нет такой информации. Нездоровый вид, но, наверное, есть такое. Что касается кресла, то нет, я не планирую его пока менять. Тумсо, асанам алейкум, как ты думаешь, почему большинство бойни во время войны происходило до Грозного? Бамутса Машки Алханкала Грозный, а после не очень, или это не так? Нет, это не так, наоборот. То есть обратный был процесс. Бои в Бамуте, в Самашках Алханкале, они все были после Грозного. Сначала Грозный, самым таким первым эпицентром войны всегда был Грозный. Это не значит, что не шли бои до этого. Конечно, при наступлении их какой-то сдерживающей позиции выставлялись. Но, как правило, российские войска очень быстро доходили до Грозного. А потом уже, когда мы покидали Грозный, и где-то там отходя, в каких-то населенных пунктах останавливались, и там уже продолжались какие-то бои. Но основной эпицентр войны всегда был Грозный, и потом уже уходил дальше. Тумсо, возможно, я неправильно преподнес вопрос. Я хотел сказать, почему географически по ту сторону не было войны в Гудермесе, Шали и так далее. Но это тоже надо смотреть, в какие войны идет речь. Во Вторую войну в Восточный сектор, так скажем, Нажайутовский район и Гудермеский, там не было войны, потому что там командующий этим сектором, Ямадаев, совершил предательство. И весь этот участок территории нашей, он отошел к России без боевых действий. С этим связано то, что там не было боевых действий. А в Первую войну, наоборот, это до последнего Нажайутовский район, Веденский район, это наоборот, они оставались под контролем у наших вооруженных сил. И даже после смерти Дудаева, Яндербиев находился в селении Махкиты. Считайте, что президент нашей республики на тот момент находился в селении Махкиты. Это Веденский район. То есть, наоборот, оплотом нашим тогда был Веденский, Нажайутовский район. Что касается Гудермецкого, то это равнина. Равнину Россия очень быстро как бы брала под контроль, покоряла. А с горами, с лесами им уже было сложнее, и мы там как-то дольше с ними воевали. Во Вторую войну получилось, да, наоборот, к сожалению. Спортсмены Чечни знают правду про Кадырова. Но почему они его поддерживают? Потому что, как адмирал Колчак, по-моему, говорил, не трогайте кучеров, артистов и женщин легкого поведения. Они служат любой власти. Кучеров сейчас нет, вместо них спортсмены. Они служат любой власти. Спортсмен, он в такой ситуации находится, что для того, чтобы именно со своей спортивной карьерой зарабатывать на жизнь, быть успешным, ему так или иначе приходится прогибаться под какую-то систему. Есть те, кто не прогибаются, они очень редкие. Мы о них больше и, наверное, в большинстве и не знаем, о тех, кто не прогнулся, потому что они успешными не становятся, редко становятся. А вот те редкие случаи, как Мухаммад Али, которые стали успешными, о них мы узнаем, но их очень мало. А так, есть спортсмены, которые очень достойно проявили себя и не стали прогибаться под эту систему. Но им пришлось просто закончить свои карьеры, и поэтому мы о них ничего не знаем. Массового кого-то знания о них нет. Конечно, их знают близкие люди. Они знают, что они пожертвовали этой карьерой, чтобы не прогнуться, чтобы где-то не кричать «Ахмад сила», чтобы не благодарить Кадырова, его отца, его мать. Они просто завершили свои карьеры. Им за это респект. Чечня сможет быть без дотации со стороны России? На чем ее экономика будет держаться? Интерес к нефти падает в современном мире. До потери интереса к нефти в современном миру очень далеко пока. Очень. Поэтому нефть будет, безусловно, очень хорошим подспорьем для экономики Чечни. Ну и плюс будем, иншалла, развивать туризм, будем развивать офшорную зону, будем как-то выкручиваться. Томсо, чем занимаешься в свободное время, когда в конце концов объявишь себя правителем Чеченской республики Ичкерия и близлежащих окрестностей? В свободное время я, наверное, по просторам интернета путешествую в поисках новых знаний. Когда я объявлю себя правителем, не знаю. Я все никак не решусь. Читайте книги, люди, при любой возможности. Не слушайте его. Представляете? А я ведь сказал, что книги нельзя читать. Я говорил, их не читайте, поэтому меня не слушайте. Томсо, вдруг реально пропадет электричество предсказания. Ведь есть типы в последние времена, пропадет искра, потому лучше Коран, бумаги все-таки держать. Но когда пропадет, тогда и возьмем в бумажном виде. Коран – это руководство, это священное писание, которое нужно читать. Его не нужно просто хранить. Это не какой-то сувенир для хранения. Поэтому для того, чтобы читать Коран, мы сейчас говорим об этом, о непосредственном действии, о чтении. Для этого не нужен он сегодня в таком физическом виде книги. Было бы желание читать. Вот в чем проблема. Есть ли желание читать? Если есть желание читать, то ты можешь у себя на гаджете это сделать легко. Гораздо удобнее, чем ты сделаешь это на книге. Но здесь, видите, опять-таки на вкус и цвет. Я лишь свое мнение высказываю. Я не понимаю тех людей, которые сегодня держат в библиотеке этих книг у себя дома тоннами. Зачем, если можно все это у себя в телефоне прочитать? Любую интересующую тебя книгу. Раз нашел, прочитал. Сейчас ты всех ботаников настроил против себя. Зачем тебе это надо? А почему? Разве ботаники связаны как-то напрямую с физическими книгами? По-моему, продвинутые прогрессивные ботаники, наоборот, уже давно, еще до нас, перешли на электронные гаджеты. Я, кстати, был, ну, очень поздно, наверное, перешел на телефоны, которые управляются пальцем. В 2013 только я перешел на такие телефоны, когда уже все мои друзья сидели в WhatsApp, а я даже не знал, что такое WhatsApp. То есть я как бы древний в этой теме. Но даже я понимаю, что сегодня книги, компакт-диски, газеты, вот эти физические, это все как бы позавчерашний день. Я не вижу в этом смысла. Зачем мне держать у себя дома библиотеку из книг, которая будет занимать место? Как минимум она будет занимать место, пыль, это надо постоянно протирать, там что-то с этим делать при переездах, это надо собой все это волочить. Зачем это мне, если вот этот мой телефон сегодня содержит всю эту, не то что эту, в миллион раз больше библиотеку, чем я могу уместить в своей квартире? Зачем она мне нужна? Вот мой вопрос. Ты прав, я забыл, что Каран заучиваю, тогда вообще они не нужны в бумаге. Лучше все электронку перевести, к тому же природу сохраним деревья и плюс не будет отходов при производстве бумаги. Может быть, бывший гурон, Тумсо, чеченский мачо с тобой, дал эту булга по скриптам, а книги читать лучше настоящей. Все. Я знаю, что есть такие сторонники, которые утверждают, что вот все-таки ты когда держишь в руках книгу, это какое-то вот такое ощущение. Ну что, отношусь к этому тоже с пониманием. Но, скорее всего, в будущем вас не будет. Вы уступите прогрессивным людям. Здесь немецкий солдат, германский рейх, братка, три бумаги от командования вермахта. Армия Джахара, армия свободы, армия возмездия, армия народа. Мир еще услышит победный клич Войнахов, армии Джахара, армии Аллаха, армия Рамзана, армия Шайтана. Тебя за сказанная тобой армия Войнахов сейчас раскритикуют те, кто просто категорически против этого этнонима. А такие тоже, оказывается, есть. И есть одна часть, которая сакрализирует этот термин Войнахов, чуть ли это не спосланное Всевышним Аллахом, они считают это слово. И есть у них противоположные люди, ударившиеся в противоположную крайность, это те, которые просто за упоминание слова Войнах готовы тебя линчевать, нарекут тебя врагом чеченского народа, человеком, который работает на разобщение нашего народа и так далее. Так что опасно стало нынче говорить это. Субтитры создавал DimaTorzok